Винер проболталась с кем живет Кабаева. Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой. Тренер Ирина Винер-Усманова дала большое интервью, в котором рассказала о выдающейся гимнастке. Винер-Усманова отметила, что дружит с мамой Кабаевой. Алинины родители – особенные люди. Папа – знаменитый футболист, а маму я могу назвать собственной сестрой. «Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама», – рассказала Ирина газете «Спорт-экспресс». По словам прославленного тренера, Кабаева всегда любила быть в центре событий, говорит Ирина Винер-Усманова. «Ей нужно было, чтобы люди ее восхищались. Думаю, первые призовые она тратила на красивые вещи. Алина всегда любила наряды». Алина Кабаева – российская спортсменка, общественный и политический деятель, менеджер. Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса в качестве пятикратной чемпионки Европы, чего не достигла еще ни одна гимнастка мира. Она двукратная абсолютная чемпионка мира. На ее счету 25 золотых медалей мировых и европейских первенств, в том числе первое место на Олимпиаде 2004 года. Биографии Алины Мартовны Кабаевой «Склетенные побед, скандалы и интриг». Известно, что будущая победительница Олимпиады 2004 года родилась в Узбекистане в семье спортсменов. Любовь Кабаева, мать Алины, выступала за сборную страны по баскетболу. Мират Кабаев, отец будущей знаменитости, посвятил жизнь в футбольной команде «Вахтакор». Несмотря на то, что спортсменка выросла в интернациональном дворе, где соседи разных национальностей поддерживали дружбу, по вероисповеданию она стала православной. Девочка провела детство на тренировках и сборах. Алина Кабаева самостоятельно решила стать спортсменкой. Родители не заставляли ее идти по своим стопам. Мать с отцом изначально предлагали дочери профессионально заняться фигурным катанием, но позже отдали предпочтение художественной гимнастике. Произошло это по причине отсутствия в Ташкенте серьезных школ по фигурному катанию. Алине исполнилось три года, когда она впервые вошла в зал, начав заниматься гимнастикой. Своим успехом девушка до сих пор обязана тренером Людмиле Никитиной и Анелии Малкиной. Которые в детстве были ее наставниками. Секция в районе, где жили Кабаевы, была открыта благодаря страниям дедушки Алины, в то время сотрудника комитета по спорту Ташкента. Когда Алине Кабаевой исполнилось 11 лет, она вместе с мамой перебралась в Москву. Мать хотела, чтобы талант девочки не пропал. И она училась, ней занималась. Столица предоставила спортсменке возможность заниматься в зале с легендой художественной гимнастикой Ириной Винер. Глядя на свои детские фото, Алина Кабаева вспоминает, что при первой встрече в глазах тренера сборной России появился ужас. Девочка была не подготовлена профессионально, и в дальнейшем пришлось потрудиться, чтобы добиться внушительных результатов. Спортсменты сразу сказали, что необходимо избавиться от лишнего веса, ведь на тот момент тренеры шутливо успели прозвать юное дарование телевизором на ножках. Ирина Винер рассказала девочке о строгой диете, гарантировавшей результаты. Алина практически не ела, только пила воду. Проблем было много, но Винер быстро рассмотрела в спортсменке талант и начала готовить к серьезному плаванию. Гимнастика стала неотъемлемой частью жизни девушки. Впервые Алина Кабаева попала в сборную России в 1996 году. Вскоре она завоевала первые титулы. В 15 лет Кабаева выиграла чемпионат Европы. В дальнейшем спортсменкой еще 4 раза становилась абсолютной чемпионкой Европы. Главным достижением Алины Кабаевой по праву считается титул единственной пятикратной чемпионки Европы. Последняя награда ждала россиянку на просторах Испании, а первые звания она заслужила в Португалии. Сама гимнастка называет своей фортовой страной Японию. В стране восходящего солнца ее же дали наиболее значимые победы в карьере. Не забыть Алине Кабаевой и Испании, ведь через два года в Гранаде россиянка завоевала золотые медали континентального первенства. Своими любимыми упражнениями Алина называет номера с лентой и головами, самые яркие из которых получил название Кармен. Наиболее эффектным элементом исполнения гимнастки считается пируэт – многократный поворот вокруг собственной оси. В 2000 году на Олимпийских играх Сидния Алина Кабаева была общепризнанной фавориткой, показав в финальном выступлении лучшие результаты в упражнениях со скакалкой, мячом и лентой. Тем не менее, российская спортсменка совершила грубую ошибку в выступлении с обручем. Итог – третье место на турнире. Олимпиада 2004-го, прошедшая в Афинах, стала триумфальной для Алины Кабаевой. Россиянка показала лучшие результаты в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а в упражнениях с зубпричем уступила только Ирине Чащиной. Планировала гимнастка поучаствовать и в Олимпийских играх в Пекине, но этого не произошло. В 2007 году Алина Марата на Кабаева завершила спортивную карьеру. В 2001 году Кабаеву ждал громкий скандал. Ирину Чащину и Алину Кабаеву поймали на горячем. Тогда причиной стало применение фуросемида. Скандал разгорелся нешуточный, и гимнастка два года не допускалась к серьезным соревнованиям. Тогда Алина Кабаева лишилась всех наград, полученных на играх доброй воли, а также на чемпионате мира 2001 года. В первый год изгнания она не имела права проявляться на состав сзании. Второй год был менее жестким. Наказание стало условным. Россиянка могла участвовать в выступлениях на турнирах, но под строгим контролем судей и медиков. Как стало известно, несколькими годами позже, веществ фуросемид нельзя назвать допингом, ведь препарат способствует только выводению запретных веществ из организма. Как известно, талантливый человек талантлив во всем. Алина Кабаева не стала исключением, и порадовав поклонникам ролями в кино, Россиянка предстала в образе ниндзя в фильме «Красная тень» японского производства. Ее замечали и в рекламных роликах, а также в клипе группы «Игра слов» на песню Алина Кабаева. Не отказывалась спортсменка и от модельных показов. В период полной дисквалификации девушка занялась телевидением, став ведущей программы «Империя спорта» на канале Сим Ти Ви. Не обошла стороной Алина и проект «Форд Боярд», связанный с выходом из зоны комфорта, во время съемок которого участвовала за пневе в Бискайской заливе, преодолевала препятствия под вращающимся цилиндрами. Также спортсменка снялась реалити-шоу «Каре», работа над которым велась в Кении. Программа телеведущей, которой стала Алина Сверидова, транслировалась в эфире канала СТС. Алина Кабаева – частая гостья на странице глянцевых журналов. Популярность гимнастки позволила ей в 2006 году стать лауреатом премии «Гламур» по результатам голосований среди читателей изданий. Помимо гимнастических фото Кабаевой в купальнике, которыми украшались ее интервью, девушка поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала «Максим». Алина стала одной из 12 моделей проекта Екатерины Рождественской «Календарь». Впервые в политике Алина Кабаева была замечена в 2001 году в возрасте 18 лет. Тогда гимнастка получила право не только голосовать на выборы, но и сама избиралась. До 2005 года она числилась в партии «Единая Россия», а в следующие несколько лет заседала в Общественной палате Российской Федерации, где рассматривала вопросы развития благотворительности, милосердия и волонтерства, а также обсуждала проблемы страхования спортсменов. В вопросе страхования спортсменов Кабаева жестко отстаивала свою позицию. Далее она продвинулась в Государственную Думу. В сентябре 2014 года Кабаева решила завершить работу в российском парламенте. Новый период биографии спортсменки оказался не менее насыщенным. Осенью того же года Алина Маратовна получила должность председателя Совета директоров холдинга «Национальная медиагруппа», в которой принадлежит пакеты акций Первого канала, Пятого канала, РЕН-ТВ, издания «Известия», радиостанции «Русская служба новостей». С 2016 года возглавляет Совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс». Кроме достижений спортивной и политической карьеры, у знаменитостей два высших образования. КОНЕЦ «Русская служба новостей» С Nazones «Русская служба новостей» КОНЕЦ «Русска» КОНЕЦ «Русская служба новостей» КОНЕЦ «Русская служба новостей» С Lakini «Русская службу новостей» Космо El Кospett und Космо Е» Продолжение следует...